Мы всех приветствуем, Рафу Ришерхи, книга «Святости природа», и мы дошли до четвертой последней части книги, которая называется «Сионизм и избавление». Итак, первая глава на сегодня. Да, и мы сегодня разбираем тему роль атеизма в познании Бога. Вначале нам нужно разобраться с терминами, как с их переводом на русский, так и с определением самих терминов. Один – это хилунут, то, что называется светский. Светский в смысле нерелигиозный, но светскость – такого нет слова, поэтому я выбрал слово «секулярность», хотя оно мне не нравится. Если есть какие-то другие варианты, хилунут перевести. Вообще интересно, я когда-то слышал, но, честно говоря, я сейчас не могу из-за 100% это вот слово «хилунут», то, что действительно переводится «секулярность» либо «светскость», либо «антирелигиозность», скажем так. Это как бы невоярство. Это анти, да, нерелигиозность. Да-да, это, ну, смотри, когда говорят, что это не антирелигиозное, но это противопоставление. То есть есть БТИМ, есть хилунут, как вот две партии, а посредине баррикадность. Конечно, человек хочет тебя определить по отношению как бы к вере, к соблюдению записи, он тут же говорит, западем он тут же говорит. Я хилунут, все, вопросов нет, понимаешь, тема как бы закрыта. Ко мне не надо приходить с вашего примочка. Что я хочу спросить, поскольку, ну, про язык говорит, насколько я понимаю это слово «хилунут», оно как бы для иврит это новаяц, то есть это следствие нового времени. Раньше, откуда вообще взялось это слово? У меня как бы нет ответа. Это все, конечно, верно, но я думаю, что если надо просто писать цикулярно, лучше мы здесь не достигнем. Ну да, потому что в традиции, когда описываются какие-то люди, которые по тем или иным причинам отошли от соблюдения, скажем так, да, а, ну и может быть даже атеизм. То есть атеизм называется апикойрус, правильно, по отношению, как бы, взятое с греческого. А то, что касается самих, как бы, евреев, ну, странный случай, понимаете, там, ахер, да, правильно, еще кто-то. Но слово «хилуни» – это исключительно следствие нового времени и, как бы, тех процессов, которые стали происходить в обществе, оскала там и так дальше. Ну да, об этом и бывает. Я тебе скажу, что слово «дати» точно так же новое, как и слово «хилуни». Да, вот это вот интересно. Ну, окей, неестественно, как стало разделение, то стали «дати» и «хилуни». Но, кстати, хилуни еще 60 лет назад было ховши. Оно вообще, так сказать, совсем недавнее. Но, окей, пока что у нас перебереводы хилуни сикулярны. Окей. Так, ну, и атеизм, то, что я здесь перевел, это кфера, на самом деле. Кфера – это именно отрицание, да, отрицание религии, отрицание веры. Так, ну и тогда пойдем дальше. Теперь определимся с самими понятиями. Итак, что такое вот эта хилуни сикулярность? Обычно это обозначает несоблюдение тора и заповедей. То есть, человек светский – это человек, который водит машину в субботу. Да, это традиционное такое понимание. И это определение, оно выводится из противопоставления религии, из отношения религии, когда религию игнорируют или отрицают. На самом деле это ничего не говорит о как бы самом понятии светский, об идейном содержании этого понятия. То есть, можно сделать ошибочный вывод, что единственный признак светского человека – это то, что он нерелигиозный. Это, конечно, не так, да, что светский человек – это довольно обширный спектр людей, самых разных, да, и самыми разными взглядами. Поэтому далее мы будем использовать термин «кфера» или «атеизм», как я здесь перевёл, чтобы обозначить отрицание авторитета религии или отрицание веры в Бога. А сикулярность будем использовать, чтобы обозначить образ жизни и мышления современного нерелигиозного человека. То есть, тут есть такая небольшая тонкость, поэтому нужно вначале определиться с терминами. Итак, теперь небольшой экскурс в историю. За последние 300 лет произошли глубокие изменения практически во всех сферах человеческой мысли. В философии, в понимании мира и человека, в общественных идеалах, в политическом устройстве, в технологиях, науке, искусстве, литературе и так далее. Масштаб и скорость этих изменений привели к разрушению общепринятых норм и связанных с ними духовных, идеологических и социальных структур. Таким образом, то, что начиналось как развитие отдельных вот этих областей, в итоге стало глобальным явлением. И вот это глобальные изменения, они происходили и укоренялись параллельно с ослаблением религии. Что характерно, одни из них стали возможны благодаря отказу от религиозного мышления. То есть, отказ от религии стал причиной развития каких-то изменений в структурах социальных. А другие поставили под сомнение религию или истины, которые считались необходимыми для нее. И в итоге этих изменений возникла концепция общности, общества или коллектива, которая создала новую социальную ткань. То есть, у нас до этого было понятие религиозной общины во всем мире практически. В итоге этих изменений, такое понятие ушло на задний план, и возникло понятие общества, которое структурировалось уже по другим принципам. И вот эта структура общества разделилась на два направления. Самоопределение общественное. С одной стороны, звучали призывы к утверждению национальной идентичности. Это то, что называется правое политическое. Призывы к самоопределению народов, к национализму, национально-освободительное движение и так далее. С другой стороны, слева, усиливалось классовое сознание. И личность стала идентифицировать себя как элемент всемирной классовой борьбы. То есть, у нас появились другие совершенно принципы самоидентификации индивида по отношению к обществу. И всего этого мы видим, что история секулярности, то есть светской культуры, она тесно связана с историей атеизма, с отрицанием религии как идеологии. То же самое происходило и в еврейском народе. Значительная часть народа отошла от религий. И параллельно этому началось коллективное пробуждение к возвращению в Сион, что параллельно правым движениям во всем мире. А с другой стороны, также возникли общественные движения, призывающие к изменению классовой структуры общества. Что параллельно левому самоопределению, которое стало складываться. И такая картина приводит религиозного человека в замешательство, поскольку ему приходится выбирать между религиозным миром и современным миром. И чтобы найти решение этой проблемы, необходимо более глубокое понимание как иудаизма, так и секулярности. Это, так сказать, видение. Есть какие-то вопросы? Я бы сделал только несколько небольших замечаний, что атеизм все-таки – это отрицание веры в Бога, а не только авторитета религии. Может быть, человек вполне религиозный, который отрицает авторитет религии. Нет? Это первое. Человек может не верить, да, просто вот я уважаю авторитет, да, я там соблюдаю, а дальше я глубоко не лезу. Это что же? Ну, это вряд ли. Человек, который отрицает веру в Бога, он не будет принимать авторитет, это никак. Поэтому, мне кажется, атеизм – это отрицание веры в Бога, а секулярность – это не светские в моей жизни. Это вне религиозный, даже не нерелигиозный, а вне религиозный образ жизни и мышления. То, что мог быть светский образ жизни, я, вот, например, лично, мне кажется, у него вполне светский образ жизни. И многие другие наши друзья. Мы все ведем светский образ жизни, мы ходим на всякие концерты, выставки, музеи и все прочее. У нее есть те, как учимся, все на свете. Поэтому светский я вообще не использовал. А мне кажется, так более правильно будет, если можно. Да, Юра, я, конечно, что-то хотел сказать. Юра хочет задать вопрос. Да. Я хочу, да, высказаться и задать вопрос. Можно все вместе? Ну, естественно. Первое – по структуре общества. Ну, мне кажется, что тут мы сравниваем яблоки с апельсинами. В частности, нам не удастся классифицировать в таких координатах нацистов. Извините за пример, да? Напомню, что они называли себя национал-социалистическая рабочая партия Германии. То есть они, получается, у нас право-левые. Как-то надо определиться. Но это пустяки. Стратегический, главный вопрос по атеизму. Все-таки, как еврейские мудрецы, в частности, Пинхас, Натан, Равшерки, считают, что лучше предложить народам мира? Дочерние религии, типа христианства, ислам? Или все-таки атеизм? Что ближе к Торе? Какой путь к Торе ближе и прямее? Спасибо. Это слишком далеко, мне кажется, вопрос. Но право и лево – это действительно. Вообще бывают сложные случаи, и это отдельно. Но я сейчас не вылезаю. Я бы сказал не справа и слева, а клянье справа и клянье слева. Потому что есть еще индивидуалистическая модель вполне центристская классического либерализма. Поэтому это вообще не только этот право и слева. Это как-то игнорирует центр, что, мне кажется, неправильно. Но это первое. Но то самое. Про просьбу на инох, мне кажется, что я бы отсюда ушел. Это слишком большое. То есть, я, разумеется, за то, чтобы предложить на ахидам, был путь бы на инох. Но это совсем не значит, что тем, кто является христианами… То есть, мы не можем вообще предлагать христианство, даже в принципе. Разумеется, мы предлагаем путь на ахидов. Но есть огромное число христиан, и с ними надо вести диалог совершенно не в темке идеи, что вот давайте будьте на ахидами, а что мы готовы это обсуждать как есть. Потому что быть на ахидом – это не атеизм, это религия. Это не то самое. Поэтому я бы здесь не стал вообще в этом влезать. А вот христианство или атеизм – это точно не та тема, которую мы можем осудить. То, что Рав здесь говорит, то, что написано, изменение в мире в последние 300 лет. А потом структура общества в еврейском народе. Это как бы свойственное Раву, такой подход, что он сначала поднимается как бы несколько выше вообще глобально над земным шаром и смотрит на все народы, а потом плавно переходит как бы к евреям. Как бы вот эти изменения в мире в последние 300 лет имеются в виду как бы изменения, касающиеся не только аудоизма, а вообще общества, соотношения или места религии. Ну, в основном, наверное, имеется в виду христианство в западном мире. А вот эти вот, кстати, его переходы, которые, переходы Рава Шерки от общего к этому, они, он так довольно быстро переходит от одного к другому, но, на самом деле, как бы это не очевидно. То есть, насколько эти процессы, они являются общими, когда Рав пишет изменения в мире в последние 300 лет. Ну, это что? Это означает, что как бы мы на одном дыхании говорим изменения в христианстве и в иудаизме, правильно? А потом говорим про отход от религии, возвращение в силу и так дальше. Это хорошо, это про еврейский народ. Ну, хорошо, а где параллель с христианством? Она как бы, мы его отбросили, потому что нам это дальше неинтересно. Вот это вопрос. То есть, я хочу понять, насколько это важно для Рава, когда он пишет изменения в мире. Если ты берешь еврейский народ, иди, как бы, локально, иди по еврейскому народу, считай, что процессы, которые происходят в нем, это особенно уникальные процессы. Не надо это связывать. Если ты пишешь про изменения в мире, тогда продолжай эту линию, продолжай параллельно сравнивать, что у евреев происходит, что происходит у христиан. Вот, как бы, такой вопрос. У меня тоже есть вопрос, как бы. Дело в том, что, если мы говорим о иудаизме, то массарти, которые, как бы, вполне светские, вот, но в то же время не атеистские, и составляют, самое главное, что это большинство, это самая большая, как бы, группа сейчас. И она как-то совсем не учитывается, потому что, так сказать, полная атеизм и всекурлядность – это 10-15 процентов. И говорить о них, не говоря о, так сказать, большой части – вопрос, куда относится все это. Да, ты прав. Я думаю, Равин, я думаю, что Равин Шеркин так проще, понимаешь, чисто, я не знаю, это научный подход, он делит на две, как бы, группы – черное и белое, понимаешь? А то, что большая часть, она, как бы, не черная и не белая, и это действительно сложный психологический вопрос, понимаешь? Ты совершенно правильно про него говоришь. С точки зрения, как бы, анализа гораздо проще разделить на две большие кучки. Мне так кажется. Не знаю? Ну, извини, а как левое и правое? Ну, здесь все. Мы в целом… Давай пойдем дальше. Это в целом, конечно, очень вообще анализ. Но это ничего не было. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Хорошо, тогда идем дальше и поговорим о том, как относится иудаизм, еврейская традиция, как она анализирует и осмысляет исторические процессы. Итак, рассмотрим ряд основных положений иудаизма, касающихся анализа исторических явлений. Первый принцип сформулировал Маоралис Праги в книге «Нецех Исраэль». Он сказал «Все великие события не случайны». Это его цитата. То есть процесс, который охватывает миллионы людей или в еврейском народе, или во всем человечестве, он не может быть случайным и не может быть результатом свободного выбора каждого из этих людей. История – это один из каналов раскрытия божественной воли. Если бы иудаизм был безразличен к истории, нам пришлось сказать, что Танаха – это не еврейская книга. Потому что ведь большая часть Танаха посвящена истории, значит, это неверно. Иудаизм занимается историей. Также объясняет Ирамбам в предисловии к трактату «Авот». А вот цитата из него. «Значимые исторические процессы неизбежны. Отдельному человеку остаётся только выбирать, принимать в них участие или нет». То есть, если что-то глобальное происходит, мы должны сказать, что это от Бога. Потому что мы не можем сказать, что это сумма выборов отдельных людей. Есть также известные слова Мишны в трактате «Сота». «Перед приходом Машеха возрастёт хуцпа», то есть наглость. Если вдуматься в эти слова, то получается, что мудрецы предвидели будущий отход от религии. Что он был неизбежен. То есть, в начале эпохи Машеха в мире будет больше наглости. И таким образом получается, что секулярность не только не случайна, а представляет собой процесс, предначерпанный заранее. Конечно, можно интерпретировать слова мудрецов как предостережение верующим об этом времени, чтобы они запаслись терпением, пока наглость уйдёт. Но при более глубоком понимании, если мы будем искать смысл в исторических явлениях, то можно увидеть в этом росте наглости в определённую эпоху некий процесс, направляемый высшим проведением для какой-то цели. Вот такая идея. Глобальные процессы предопределены, да, обязательны, неизбежны. Это первое правило анализа истории вудаизм. Есть какие-то комментарии? Это всё очень важно, полностью согласен. Что-что? Я не понял. Очень важно, полностью согласен. Я хочу спросить такую вещь. Ну, я понимаю, что это как бы философия, но мы вроде бы прадево-эдуарим, религиозная философия. А что такое ажгахапрати? То есть идея какая? Есть море, ты щепка. Море – это глобальный исторический процесс. Ты щепка. А что такое ажгахапрати? Ну, тебя как щепка, у тебя есть возможность, что ты будешь... Нет, 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 ничего подобного. Море – это море, есть течение. Всех несёт. Всех несёт, правильно. Ты – это не щепка, а ты кораблик. Ты можешь выбирать свой путь внутри этого течения. Ты можешь... Ажгахапрати – это то, что лично твои отношения с Богом. Но они находятся в рамках, которые ставит ажгаха-клорид. То есть ажгаха-клорид – это те рамки, в которых ты находишься. Ажгахапрати – это твой выбор позиций внутри этих рамок. Это вовсе не щепка. Ну, хорошо. Окей. В общем, как бы понятно, что это можно вертеть туда и сюда. Когда подчеркнутся тфилы или как-то, да? Ну, хорошо, подожди. Куча примеров о том, что тфила, цедика, всё меняет. Я сказал, что что-то поэтфилу. Нет, нет. Почему есть тфила? Ну, а что вам? Я говорю, почему есть тфила? Твои действия, твой выбор, где жить, что делать, что участвовать. Ты можешь выбраться из потока? Конечно. Нет. Из потока твое выборцы не можешь. Но поток огромный, и в нём есть полно разных мест. Ну, а здесь под истории. Ты живёшь внутри событий 21 века. Ничего с этим не поделаешь. Но вот этих событий у тебя могут быть тысячи разных позиций и тысячи разных действий, и выбор места страны, деятельности и всего на свете. И здесь у тебя личное отношение с Богом. А те рамки, что ты в 21 веке со всеми его процессами, ты не можешь. Ну, я не знаю. Сейчас, да, конечно, сейчас, Миша, ты скажешь последнее, что я это самое. Всё-таки мне кажется, вот это вот сам подход Равина, или так, как он его здесь представляет, в общем, конечно, не знаю, полностью однозначно влияние, не знаю, либо современной философской мысли, либо вообще, либо как бы тривиальный исторический подход. Одна фраза, значимые, или как Равин был, значимые исторические процессы неизбежны. Слушай, ну это война классов просто, и всё. А при чём здесь религия? Я вообще не понимаю. Причём война? Да нет, ещё раз. Значимые исторические процессы не зависят от тебя. Не зависят? Нет, не зависят. Значимые, огромные... Ну, а как Аврааму? Мы сказали, Лех-Лехау. Секунду, секунду. Секунду. Знаете, Аврааму было предоставлено отдельная вещь. Но внутри этих исторических процессов у тебя есть огромное пространство для выбора своей позиции, своего влияния. Ты не можешь отменить войну, но ты можешь что-то по-разному в этой войне участвовать. Тогда ты не можешь отменить войну мировую или израильскую, но у тебя есть самые разные позиции, как участвовать в этой войне и на неё повлиять. И ты же самый, ты не можешь отменить 20-й век со всем его развитием технологий, гаджетов, искусственного интеллекта во всем на свете. Это ты отменить не можешь. Но внутри этого у тебя есть полно разных позиций, действий. Повлиять ты можешь, отменить не можешь. Это большое влияние внутри. А то, что не можешь отменить переехать из 20-го века в 23-й или 18-й, это естественно, мне кажется. Окей. Миш, пожалуйста. Мне очень не хочется мешать обсуждению, но мы, к сожалению, приехали из страны, где значимые исторические процессы постоянно нарушаются. То банда большевиков захватит власть, то банда Путина. И к этой стране, по-моему, не имеет отношения. Ну что, может, это и есть исторические процессы. А, окей, это исторические процессы. Ну да, это Слатаков Щедерин сказал, в России всё меняется за 5 лет, за 200 ничего. Да, ну окей. Ну, хотелось бы услышать. Петь, ты что думаешь? Нет, нет, окей. Я не хотел бы что-то на госпитальную оси осмотреть. Хорошо, что он не там. И слава богу. Юра, была поднята рука. Это случайно? Либо это... Коротко, раз Пинхас не хочет про Россию. Если вы посмотрите историю Византии, то вы видите один в один те же банды, императоры убивают друг друга, захватывают, вырезают все семьи и так далее. Это не 200 лет не меняется. Это сколько в Византии? Полтора тысячи лет не меняется. Окей, ребят, давайте от этого уйдём. Окей. С Россией понятно, мы все согласны. Пошли дальше. Тогда идём дальше. Второе правило. Второе правило анализа истории в еврейской традиции следует и слов Рамхалия в его книге «Датвунот». Также в других у него местах. Он пишет, что воля бога присутствует в процессах, противоречащих законам Тора. Есть общепринятые религиозные позиции, которые считают, что человек должен исполнять Тору и заповеди, так как Тору и заповеди – это единственное выражение божественной боли. Из этого следует подход, что каждое явление реальности следует оценивать в соответствии с тем, насколько оно соответствует законам Тора. Следовательно, любое явление, отвергающее обязанность соблюдения заповедей, неизбежно противоречит воле бога. Такой традиционный подход. Однако Рамхаль объясняет, что божественное управление миром не ограничивается дарованием Тора и заповеди и установлением системы наград и наказаний. Вот это установление наград и наказаний называется управление судом. Это один из каналов, которым Всевышний управляет миром. И на самом деле божественное управление имеет более глубокую цель. Более глубокую цель Рамхаль называет «раскрытие единства Бога». И вот цитата из Датву Нот. «Сказала душа, у меня все еще остается вопрос, почему мы должны говорить, что все зависит от этого единства. Первое объяснение, что я услышал от тебя, это от разума, было лучше. Пожелал Бог наделить полным благом свои создания. И увидел, что нужно, чтобы они заслужили его, а не получили по милости. И поэтому он установил награду и наказания в мире, чтобы они получили благо в награду. А для этого установил свободу выбора, чтобы награды и наказания были оправданы. И отвечает разум. Но это доказывает, что единство должно раскрыться. Следовательно, награды и наказания – это не цель, а средство для общего исправления. Такова идея Рамхаль. Раскрытие единства – это знание того, что все происходит по воле Бога. То есть это цель Всевышнего. И к этой цели следует направлять и возвышать все аспекты жизни. А для того, чтобы привести мир к раскрытию единства, в нем существует божественное управление. Особое божественное управление, которое называется управление единства. У нас есть управление межпатим, судом. Это система награды и наказания, которое направляет. Которое скрывается в Торе и заповеди. В Торе и в ее понимании как исполнение заповедей. Но это является не целью, а средством, говорит Рамхаль, средством для того, чтобы направить к раскрытию единства. То есть осознание, что Всевышний управляет всем. И задача вот этого особого канала, скрытого божественного управления, которое называется управление единством. Его задача продвигать глубинные процессы. И бывает даже ценой отказа от фундаментальных принципов Тора. Например, бывают периоды, когда допускается господство зла или отменяется свобода выбора, что полностью противоречит учению о возгонянии в Торе и базовому нравственному чувству. Это происходит для того, чтобы создать возможность для достижения единства, как говорит Рамхаль также в других местах. Рамхаль требует от нас видеть волю Всевышнего не только в сфере заповедей и награды за них, но также, что более важно, также и в сложных и скрытых процессах истории, включая те, что кажутся нам противоречащими воле Бога. Вот таково второе правило анализа истории еврейской традиции. Послушаю, мне кажется, во-первых, это правило очень важно, совершенно замечательно, но в процитированном отрывке из Рамхали это не видно. Может быть, надо немножко по-другому процитировать Рамхали здесь. Так, когда ты читал, там было больше об этом. Но именно Рамхали цитата, может, там еще было пять цитат из Рамхали, я не очень понял. Но вот эта цитата, она недостаточно. Да, из этой цитаты не видно, я согласен. Дальше это Рафшерки своими словами объясняет и ссылается, опять же, на ДАД-2-0-42-43. Вот надо поменять цитату для Рамхали. Тогда надо ее найти, потому что Рафшерки ее не приводит, да. Окей, но здесь, мне кажется, это очень важно. Здесь из этого это не видно. И это важный момент. Окей. Мне кажется, можно, да, мне кажется, все-таки вот то, что мы, как, наш подход, как мы сейчас обсуждаем, идя за Раум, ну, как мне представляется, он все-таки очень сильно и с ним принципиально отличается от того, как простой человек, да, я про себя говорю, простой человек воспринимает, например, написанное в Торе и комментарии к ней. Вся книга личностная, вся книга диалоги, посмотрите комментарии, начинают классические, и кончая, я говорю, кончая, да, библейской динамикой Пилка Саполонского. Он сделал так, поэтому пошло так. Он сделал так, и он обратился к Богу. То есть все на уровне персональном, личностном. Я нигде не видел комментария, который бы описывал, как мы сейчас смотрим глобально. Например, во всем регионе Кнаана там действовали эти, такие-то, такие, были глобальные процессы. Авраам с трудом находил себя в этом та-та-та-та-та-та. И вот Всевышний ему нарисовал тропинку, иди сюда среди великих этих пятых и десятых. Знаешь, как бы такого глобального подхода вообще нет. Вся, вся, вся Тора, она личностная. Либо потом все время говорится, слушай меня, если ты будешь делать. Все время обнесение, ты, 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 либо максимум вам. Нигде не говорится про исторические процессы. Нигде. Почему сейчас Рафширки про них говорит? Потому что весь мир про них говорит. Потому что он обязан говорить, иначе ему скажут, что, как бы, твоя религия, она нерелевантна. Нет, это совсем не так, мне кажется. Во-первых, то, что есть глобальные исторические процессы, никак не отменяет, ты делай так-то и так-то. Это полностью сохраняется. Это раз. Во-вторых, есть ли второе вещи, которые неизбежны. Есть, например, посылание разведчиков. Оно предстает, как будто бы ты послал, а комментарии пишут всюду, что это было неизбежным, что Всевышний специально так сделал. И есть миллион других вещей. Например, при выходе из Египта Всевышний не повелось дорогой страны фелестивлян, потому что она короткая, потому что то-то и то-то. Ну вот, могли ли они выбирать по какой дороге идти? Нет, не могли. Как им дали, так они и шли. То есть, то, что перед ними шло облако, и оно их вело. А где-то есть выбор. То есть, и даже то, что то поколение не смогло завоевать страну, оно выглядит как будто их выбор, а комментарий говорит сюда, что это было неизбежно, а просто было дано им как выбор, чтобы они сами это поняли. То есть, наличие исторических процессов неизбежных, оно безусловно есть в Таре. Абсолютно точно. А Таря подсчетивает, что ты при этом выбирай и делай правильно. Конечно, само собой выбирай и делай правильно. Наличие глобальных исторических процессов никак не снимает ни личной ответственности, ни свободы выбора, ничего. Просто вопрос совсем другой. Вопрос ведь не в этом, не в том, что есть исторический процесс. Это мы все прекрасно и так понимаем. То, что они неизбежны, это мы тоже так понимаем. Никому не придет в голову сказать, что я могу сам выбрать век, в котором я живу. Вопрос совсем в другом здесь. Вопрос. Эти неизбежные исторические процессы, которые тоже есть. Являются ли они тоже божественным выбором? Или это просто так случилось неправильно? Вот ведь в чем разница. Здесь нет вообще нигде споров о том, что есть незбежные исторические процессы. Спор между Амшерки или той линией, которую он приводит Махараль или Амхаль или Амхук и противоположной позицией, совсем иной, являются ли эти процессы случайностью? Или они являются божественной волей? Вот в чем спор. Атеизм. Это случайность. Просто так произошло, люди идиоты стали и отошли. Или в этом есть смысл. Не случайно. Подожди, секунду. Одну секунду. Одну секунду. То есть неверный твой подход, что нигде там я не видел неизбежных исторических процессов. Они есть как раз всюду. И более того, их не отрицает ни один человек неизбежных исторических процессов. Вопрос совершенно другой. Являются ли эти исторические процессы тоже позитивным развитием и волей Бога, хотя они кажутся нам отрицательными, или эти глобальные процессы просто следствие чьих-то ошибок. И то есть они случайно, не случайно, в смысле бросили монетку, а они случайно в смысле того, что они не входят в замысел. Только в этом разница, только является ли отход от тары глобальных исторических процессов замыслом, или это просто следствие неправильных поведений, и никакого смысла в этом нет. Только в этом спор. То, что есть глобальные исторические процессы вообще не спорят ни один человек. Ну вот, я согласен, но мне только очень не нравится, что ты как бы принижаешь противоположную сторону. Послушай, возьми любой учебник по истории, даже на уровне того, как мы учили. Не перевел, что бессмысленные процессы, тебе объяснят. Один скажет, что это война классов, другой объяснит тебе, что это экономические войны, третий тебе объяснит, что говорит, что это случайный броновский процесс, пошли вперед вправо, пошли влево. Более того, если ты поднимаешься наверх, если ты поднимаешься наверх, как сейчас делают рапширки, мне кажется, достаточно трудно, трудно человеку, который находится, грубо говоря, объективно и не в теме, ему сказать, послушай, ты должен принять, что эти процессы, которые мы сейчас объяснили логически, как ты привык мыслить, почему? Вторая мировая война произошла, потому что там экономический процесс, индустриализация, развитие Франции и Германии, ему гораздо логичнее принять эту сторону, чем сказать, послушай, есть демиург, а мы все как бы марионетки, но вот он дергает за веревочки, а мы соответственно как дергаемся там. Окей, окей, что здесь в твоей позиции не согласен? Прежде всего, когда ты сформулировал, что сейчас сказал, про науку и все прочее, тогда ты взял трех, не двух, а три позиции. Первая позиция атеистическая научная, вторая, которая называется сейчас научной, вторая позиция религиозная, вот такая модернистская, то есть Афшерки, Рамхаль и то, что вот он цитирует, и третья позиция хоригинная. С точки зрения науки все процессы, они имеют причины и даже неизбежные причины, а вот цели они не имеют никогда. То есть, понятие цели из науки исключено. Нет того, что развитие человечества происходит ради какой-то цели. Всегда есть развитие человечества происходит ради какой-то причины, из-за какой-то причины. Это подход атеистический. Теперь, подход хоригинный и подход религиозно-модернистский, они оба считают, оба, что в мире есть цель, а не, и что определяет цель, а не причины. Но при этом хоригинный подход и осматривает глобальные процессы, как неправильный отход от правильного пути, произошло ли это случайно или, что то же самое, из-за ошибок людей или из-за наших грехов. Мы стали есть некошерных куриц, вот и война разразилась. Но в любом случае в них всегда наличие цели есть в обоих позициях, но является ли это осмысленным позитивным? Вот в чем главный вопрос. С точки зрения морали в этих процессах присутствует Бог и нельзя их скидывать, нельзя их игнорировать, нужно их учитывать. С точки зрения хоригинной в этих процессах Бога нет. Это наказание за ошибки людей, это не то, чего хочет, поэтому все эти вещи нужно игнорировать и защищаться от них. Это сатан, это на нас наслали за наши тяжкие грехи, на нас наслали наказание или испытания, и поэтому должны это игнорировать. Вот в чем разница. Здесь три позиции. С точки зрения атеистической есть причины, все не случайно, безусловно, борьба классов или все, что хочешь, но нет цели. С точки зрения религиозной цель есть и смысл есть, но дальше оскол. В гладенистской позиции овощерки морали это имеет смысл, эти процессы имеют позитив и нужно в них увидеть волю Бога. С точки зрения хоридивной эти процессы чисто негативные, это наказание за грехи или испытания, и от этих процессов нужно отключиться. Вот у нас три главные точки зрения. А если марксизм, он же видит цель в исторических процессах, о чем он говорит, что это не наука с марксизмом немножко сложнее, но нормальный как научный марксизм, так сказать, нормальный не, то есть научного марксизма советского, он говорит, есть неизбежный ход истории, который определяется экономической ситуацией, и это неизбежно, но это не смысл имеет, а это неизбежно к этому придет. Это вот этот смысл марксистский, это немножко наследие Дегеля, в том смысле, что марксизм все-таки имеет дегельянский характер, а у Дегеля есть процесс исторический, которым развивается дух, а маркс заменил не дух, а средство производства, но вообще, конечно, в марксизме есть элементы религии, тоже, конечно, но в любом случае, общий подход, внутри религии раскол не о том, что есть все-все по божественной воле, это все согласны, и это не раскол вообще ни у кого, что процессы не случайные, что от них никуда не деться, это все вообще согласны, вопрос религиозный, имеют ли они духовный смысл эти процессы, или этого смысла у них нет, вот это действительно оскол религии. Хорошо, но когда, если ты возьмешь о смысле, ну вот, смотри, самую верхнюю планку, в конце концов, сливается в одном, о чем будут говорить религиозные, пожалуйста, будут говорить Беята Маши, Геула, приход Мессии и глобальное освобождение, что это такое, реально никто не знает, правильно? То есть, как бы, это все маурпаль, это все в тумане, но тем не менее, они говорят, смотри, когда будут говорить нерелигиозные люди, они будут выражать, в принципе, то же самое, только в терминологии, гораздо более, то есть, более им понятно, они говорят, давайте возьмем все за руки, да, это в кавычках, да, давайте будем улучшать экологию, давайте будем делать мир лучше, давайте социальное, это пятое-десятое, но это тоже, это тоже, это очень похоже на Беят Маши, на Геула, только выраженное другими словами. Окей, ты хочешь сказать, если я правильно понимаю, что нерелигиозное западное сознание является, конечно, постхристианским, но оно через христианство восприняло еврейскую концепцию Мессии, которая есть всюду, что в марксизме, что в либерализме, это я совершенно согласен, ну окей, мы же не о это говорим, в чем у нас, так, знаешь, ты затушевываешь разницу, разница есть очень четкая, те процессы, которые идут сейчас, являются ли они позитивными, с божественной волей, которую мы должны воспринять, или нет, вот этот оскол внутри иудаизма, собственно, только его мы обсуждаем. Окей, мне кажется, и мы это видим в истории, по-видимому, это отрицательное явление, о том, что как бы религиозный подход во многом, во многом, он как бы человеку делает полис обиток. Это что означает? Когда ты изначально предполагаешь, что есть демиург, есть дирижер, назови как угодно, это снимает с тебя в большой степени, а в случае хоригима вообще на 100%, он снимает с тебя все, ты занимаешься только своими частными делами. С другой стороны, когда человек, у него не связанные руки, он является, я не знаю, творцом, но двигателем истории, мы это видим в еврейской истории, мы это видим в нерелигиозных сионистах, которые были в основном, это те, которые обосновали государство Израиль. Почему? Потому что у них были развязанные руки, потому что они не зависели от демиурга, поэтому в этом отношении религия, она, я не хочу сказать, что она опиум, но она является таким инструментом, который может, и он это делает, он у человека обрезает его инициативу. Окей. Значит, во-первых, это не касается инициативы частной жизни и социальной жизни. Это касается только инициативы государственной. Потому что в частной жизни и социальной жизни мы видим полно проектов, которые делают хорегимы, кто хочешь, религиозные. Поэтому ты хочешь сказать, что религия блокирует у человека национальную инициативу смысла возвращения в Сион. Я с этим с тобой абсолютно соглашусь. Совершенно верно. Галутная форма иудаизма это блокировала. Она блокировала это сознательно по простой причине. И если бы это не блокировать, еврейский народ давно сгорел бы. Потому что если бы ты взялся этим заниматься не в 19-м, в 20-м веке, а в 15-м веке, то весь народ погиб бы и вот и все. Поэтому совершенно верно. Религия блокировала все низкие устремления, пока не придет время. И дальше можно поанализировать три заклятия, их позитивный смысл, их. Это все очень большое серьезное обсуждение, конечно. Я согласен, что религия это блокировала. Но этот павел скончился. Сегодня у нас религиозные сионисты гораздо более активны, чем нерелигиозные сионисты. Все нормально. Национальное действие пришло через нерелигиозных сионистов именно потому, что оно было вытеснено из активной части религии. Это, пожалуй, сознательно. Это что в Вавилоне примерно в 3-4-5 веках мы можем это видеть в Талмуде сознательное загашение сионистской идеи. Совершенно верно. Это так продержалось до 19 века. Все нормально. Пока это не взорвалось. Все окей. Так и надо. Окей. Дальше? Итак, цель человека познание Бога. В словах Рамхали о том, что есть особое управление единством, в них заложен еще один принцип, что цель жизни человека не соблюдение заповедей, а познание Бога. Соблюдение заповедей это средство для познания Бога. Бог направляет мир к раскрытию своего единства, поскольку желает, чтобы человек познал его, а заповеди служит для этой цели. Такого же мнения придерживается и Рамбам, который пишет в предисловии к трактату Абот. Человек должен подчинить все силы своей души и всегда ставить перед собой одну цель, а именно постижение Господа благословен Он, в меру возможности человека познать Его. Рамбам тоже считает, что главная цель это постижение Бога. И в путеводителе растерянных Рамбам пишет «Кто знает Бога, тот найдет милость в его глаза, а не тот, кто только постится и молится. Более того, всякий, кто знает его, желанен и близок, а всякий, кто не знает его, ненавистен и далек. От степени знания или незнания Бога зависит благоволение и ненависть, близость и отдаленность». Конец цитаты из Рамбама. Поэтому центральная тема, которой должны заниматься изучающие Тору, пишет Равшерки, «это не служение Богу, а познание Бога. Глубокое стремление познать Бога обязательно охватывает все сферы жизни и наполняет их смыслом. Поскольку Всевышний это Бог всего, то не может быть никакой области в мире, не включенной в эту цель. Науки, искусство, спорт, различные культуры и так далее. Все должно быть включено в цель познания Бога. Не может быть познания Бога без познания всего созданного им мира. Это мы, в принципе, проходили в самом начале книги. Здесь не нравится, не нравится. Под первым балетом главной темой должны заниматься изучающие Тару это познание Бога и это и есть главная форма служения. Слово не служение, а познание это неверное противопоставление. Наоборот, это познание Бога, которое является высшей формой служения. Но это не подкод Рава Ширки. Конечно. Рава Ширки. Просто здесь слово служение, оно сузилось для того, чтобы поститься и молиться. Слово служение здесь неправильно. Это не только соблюдение заповедей. Слово не только, какой амбам, это не тот, кто только постится и молится. Это значит не надо. Поэтому не служение, а знание это неправильно по-русски. Это не только соблюдение законов, О познании Не только Или познание Как является центральной частью служения Нет, здесь Рафшерти Идет против другого подхода Который он называет Подход Хаббада Что главная цель это исполнять заповеди А если спросить А как же познание Бога Они говорят, познание Бога это одна из заповедей А Рафшерти говорит не так Да, главное это познание А заповедь это путь Окей, я тебе говорю, я согласен Совсем, кроме фразы Не служение Не только исполнение Заповедей Слово служение плохое Здесь, служение оно слишком Узкое Слишком широкое, поэтому Когда ты его убираешь, это неправильно Заповеди, да Опознание Все-таки не знание Знание это Познание это процесс А знание это уже как бы достигнуто Окей Вот и все Тогда все нормально Тогда будет все соответствовать И Амбаму И Амбхалю И все прочее Хорошо Если нет вопросов Идем дальше И дальше мы займемся Собственно Извлечением искр То есть Нахождением хорошего В той светской Нерелигиозной культуре Которая у нас развилась В последние Условные 300 лет Да Теперь поговорим О светской культуре Да О стекулярности Если бы Соблюдающие заповеди Евреи Обладали Всеми Человеческими достоинствами Величием мысли Любовью к жизни Требуем справедливости А у светских наоборот Была бы только преступность Низменные инстинкты Сметение мысли Тогда можно было бы утверждать Что весь этот процесс Да Процесс отхода от религии Он просто негативный И искаженный Однако Раф Кук В результате Глубокого анализа Этих явлений Этих процессов Пришел к выводу Что секулярность Является результатом Сильного стремления К мудрости Морали И здоровой жизни Которое не нашло Удовлетворения В религиозном мире Вот цитата Из Рафа Кука В которой написывает Своё поколение Странное это поколение Озорное оно и дикое Но в то же время Возвышенное И вдохновенное С одной стороны Дерзость возрастает Сын не стесняется Отца, юноши Не уважают старших А с другой стороны Чувство доброты Честности Справедливости Сострадания Укрепляются Рациональное мышление И стремление К идеалам Прерываются И набирают силу Молодое поколение Не испытывает Почтение к тому К чему его Пытаются приучить Но не потому Что душа его Омрачена А скорее потому Что оно доросло До такого уровня Что привычное Восприятие Традиции и веры Ему кажется мелким Оно неожиданно Выросло и вознеслось Беды очистили Омыли его Дали ему Новое сердце И вдумчивый Новаторский ум Который стремится Ввысь И не может Оставаться смирен Дух Дух дал ему Крылья И оно взлетит Ввысь Но и там Не найдет Желаемого Так Рав Кук Видит свое поколение Он видит В нем Много хорошего В трудах Рава Кука Много страниц Посвящено Глубокому анализу Феномена Сиркулярности В этом Рав Основывается На фундаментальных Вопросах Еврейской веры Которыми Занимались Великие мудрецы Разных поколений То есть Через божественное Управление Миром Соотношение Святого Будничного Через суть Пророчества Избранность Народа Израиля Через все эти Темы Рав Кук Осмысляет Феномен Сиркулярности Хотя Слова Рава Кука Просты Многие до сих пор С трудом Принимают Рав Кук Говорит Что люди Оставляли Путь Тора И заповеди Не изолений И заблуждений А именно Потому что Тора И заповеди В том виде Как они Передавались Традиции Не отвечали Их духовным И душевным Устремлениям Как мы говорили Выше За последние 300 лет Человечество Быстро развивалось В самых разных Областях Философии Науки Политики Морали И этот процесс Заставил людей Критически взглянуть На прежний Образ жизни И мышления Поэтому Утверждает Рав Кук Секулярность Права В своей Критике И неприятии Социальных Структур И взглядов Противоречащих Духовному Этическому Процессу Таких как Рабство Положение Женщины Монархическая Система Невежество И так далее Именно потому Что Бог Желает Чтобы мы Познали Его А познание Бога Требует Масштабного Мышления И развитой Воли Поэтому Бог Явил Миру В последние Века Изобилие Мудрости И талантов И намек На этот процесс Содержится В книге Зоар Вот цитата Из книги Зоар В 600 Году 6 Тысячелетия Это 1840 Год По принятому Исчислению Раскроются Высшие Врата Мудрости И нижние Источники Мудрости И мир Будет Исправлен Перед Вступлением В 7 Тысячелетие Подобно Человеку Который Накануне Субботы Готовится Войти В субботу То есть Изобилие Пришедшее В мир Последние Века Оно В конечном Оттоге Привело К атеизму И к отказу От религии Но этот Процесс Он желанный Для Бога Несмотря на Его негативные Последствия Потому что Этот процесс Продвигает Мир К более Высокому Уровню Опознания Бога Это Цитаты Были Из Рава Кука Которые Говорят О том Что Негативные На первый взгляд Процессы На самом деле Они являются Частью Раскрытия Единства Управления Раскрытия Единства Есть Какие-то Комментарии Вопросы Ну Мне Удивительно Что Равни Вспоминает О воздействии Других народов Секулярность Это Пожалуй Скорее Началось У народов Мира Чем У евреев Разве Не так Мне кажется В принципе Говорит Об общем Развитии Об общей Истории Общей Мировой Иудаизме Как части Истории То О чем Он говорит Относится К 10-20% Людей А К остальным Это как бы Не относится Их отход Этой религии Не был Связан С С поисками Какими-то Духовными Или еще чем-то А просто С большим Удобством Или следованием Каким-то Более удобным Вещем Мне кажется Есть вопрос Как раз В глобальных Процессах Что там Массы Они вот Идут В этом направлении Отдельные Конечно Люди Несмотря на то Что их может быть Большинство Они там По каким-то Другим причинам Присоединяются К этим процессам То есть Тут Ну как бы Подсознание Действует Поиск Вот этого Как здесь сказано Морали Мудрости И жизни Да Ну или Я не знаю Или лидеров Общества Которые Направляют Вот эти пути Это Словно Правильно Что все это Относится Не 20% А лидеры Окей Значит Тогда Может Действительно Активная Часть Общества Лидер Это слишком А вот Активная Часть Общества Это будет Правильно Я согласен Не было Что большая Часть Всегда Оставалась Какой-то Ну нельзя Сказать Серой Массой Но людьми Которые Жили Свою частную Жизнь И ни о чем Не задумывались Какая-то Буржуазия Мещанство И тому подобное И только Активная Там 20-30 Или просто Активная Часть Они Они действительно Сказать Это был Оставили путь Для того Чтобы искали Что-то Остальные Не искали Несвойственно Всем искать Статистически И только 20% Людей Способны К аналитическому Мышлению Это известная цифра Активной Частью Общества Которое Уже может Что-то Изменить Достаточно 3% Поэтому Где-то Между этими Цифрами По-моему Все Крутится Окей Да Это Важное Замечание Давайте Сделаем Что Активная Часть Общества Это будет Правильно На Концов Мы же Не Меняем Текст Рафшерки Он собственно Это и хочет сказать Поэтому Это можно уточнить Интересно Что Самый Рафшерки Зачастую И на своих Лекциях И то Что он Пишет У него По-моему Проходит Такая Некоторая Красная Линия Которая По-видимому Действительно Является Центральной В его Понимании Религии Он Говорит О Релевантности Религии Почему Вообще Возник Вопрос О Релевантности Мне кажется Если Просто Как бы Сделать Некоторую Иллюстрацию Религия Это что Это Какой-то Отряд Который Идет Вместе С Большим Отрядом Человечества Ты Вишь Что Человечество Оно Как-то Стремительно Куда-то Уходит Что Значит Быть Релевантным Означает Ну Как Как минимум Ити В ногу Желательно Вообще Где-то В передовых Редах Быть Чтоб Вообще Ты был Виден Как-то Что Такое Нерелевантно Нерелевантно Что Ты становишься На обочине Народ Проходит И как Не обращает На тебя Внимания И ты Пытаешься Что-то Такое Какие-то Лозунги Говорить Значит Приобщаться К их Шагам Идти Как бы В ногу Говорить На их Языке Чтобы Быть Релевантно Вот Это Вообще Вопрос А почему Вообще Встал Вопрос О Релевантности Религии Почему До этого Не было Мне кажется Мне кажется Опять Может Я ошибаюсь Мне кажется Что В каждом Я не знаю Эпохе Человеческой Истории Можно Выделить Одно Два Слова Которое Такой Лебель Наклейте Сказать Это Самое Важное Что Происходит В этой Истории Вот Очень Важно Кстати Было Разбить Такие Истории Сказать Этот 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 Вот Это Самое Важное Что Происходило И Посмотри Как Как К Этому Как С этим Пыталась Относить Религия На мой Взгляд На мой Взгляд Лебель Который Есть Сегодня На Всем Человечестве Это Глобализация И Это Тема Религиозная И Когда Рафшерки Говорит О Релевантности У Меня Такое Ощущение Что Релевантность Прежде всего Связана С тем Как От Религии Пройти Портонит Стать Религией Глобальной О Глобальности Что Мин Стал Глобальным Мне Так Кажется Коэффициент Глобализации Довольно Сильно Снижается Самым Высоким Он В В В А Сейчас Он Ниже Чем В 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 И Это Мы Видим Национальное И тому Подобное Нет Глобализации Подожди Я не Подожди Как ты Сказал Глобализация Снижается Конечно Конечно Скрываются Рынки Уменьшается Это Все Пытаются Закрыться Коэффициент Глобализации Снижается Несомненно Это Экономически Так Я не Знаю Может Ты имеешь Ввиду Какую-то Духовную Глобализацию Но По-моему Нет По-моему Всюду Возникают Национальные Пытаются Откинуть Ограничение Миграции Ограничение Миграции Это Интересно Послушай Вот это Интересно Почему Это Происходит Как только Ты Выходишь И вообще Находясь В Израиле В любой Точке Мира Ты Переезжаешь В другую Точке Мира Шотландии Куда Ты видишь Тех Людей С теми Самыми Телефонами И такое Впечатление Что находишься В огромной Одинаковой Толпе Тогда интересно А почему Возникают Такие Движения Почему Казалось бы Люди Когда Их Сгоняют На одну Площадку И неважно Это Фейсбук Это Инстаграм Но есть Площадки В которых Тусуется Все Человечество По идее Оно просто Должно Стать Стадом Этого Не происходит Почему И они Не говорят На религиозном Языке Почему Этого Не происходит Почему Человек Остается Человек Одну Секунду Давай Обеих Разделим Срелевантности Религии Неверно Что он возник Сегодня Он был Всегда Всегда Религия Всегда Трансформировалась Например Разрушение Храма Релевантность К разрушению Храма Была У Иоанна Йоханана Бен Закая Который Со всеми Был Вообще Не согласны С ним И он Как бы Вот Именно Его Релевантность Ситуации Он Стал делать Иудаизм Бесхрамовый И дальше Вся Мишна Это Огромная Трансформация Иудаизма К этой Новой Ситуации И новой Релевантности Вавилон Другая Ситуация Гаоны А потом Период Ишанин Абсолютно Другая Ситуация Европа С ее Городами Средневековья Это абсолютно Не Вавилон Эпохи Гаонов Там Другая Релевантность И всегда Иудаизм Всегда Перестраивался Поэтому Почему Сегодня Возникло Не сегодня Возникло Всегда Было Всегда Вот эта Трансформация Иудаизма Это не Особенно Сегодняшнего Дня Это Абсолютно Стандартная Вещь Иудаизма Поэтому Настоящий Аутентичный Сатмар Пытается Сказать Что Аутентичные Иудеи Это только Они Наоборот Потому что Они не Изменились Наоборот Аутентичные Иудеи Всегда Изменялись И в этом Смысле Это и есть Как бы Мейнстрим Иудаизм Это первое Второе Что действительно Сегодняшние Изменения Не похожи на Перевчерашние Изменения Каждую эпоху Ситуация Другая Разрушение Храма Это одно Изменение А перенос Центра Из Вавилона В Европу От Гаона В Кришаним Это совсем Другое Изменение И Каждому Изменении Свои Методы И поэтому Сегодняшние Методы Адаптации Коэлеватности Они не Совпадают Со вчерашними Методами Все нормально Теперь Безусловно Одним Из параметров Сегодняшнего Является Глобальность То что Там Понизился Уровень Глобальности За последние Три года Это Честно говоря Мелкие Колебания Одного Из параметров А глобально Разумеется Проходит Глобализация Я с ним согласен Только это Слово Глобализация Это такое Оно имеет Общий Смысл И частный Смысл Миша Скорее Говорит О частном Смысле Глобализации Там Проценты Рынка И все Прочее А Натан Говорит Об общей Глобализации Это совсем разная вещь Общая глобализация Никуда не делась Не уменьшилась А продолжает Точно так же Работать Вот Но Теперь И здесь Всегда На этом Переломе Иудаизм Должен Трансформироваться В новую Реальность И снова Стать адекватным Только Еврейский Трансформировался Иначе Чем раньше Поэтому Адекватность Меняется И путь Трансформации Меняется Все нормально В этом смысле Равшерки Говорит В новой Вот этой Адекватности То что Люди Стали Отошли От религии Это Некая Важнейшая Вещь Которая Не случайная И поэтому Это надо Учитывать Но А при переходе От Гаонов К решаним Вдруг люди Перестали Слушаться Гаонов До этого Сами ничего Не решали Все вопросы Посылали Гаонам А тут Вдруг Начиная С 10 века А уж в 11 Окончательно Они перестали Запрашивать Кого бы то ни было Даже в 10 Уже перестали И стали решать Сами Ну как Для них Это такой же Шок Как для нас То что они Не слушают Гаонов А там Они перестали Слушаться Гаонов Поэтому Это нормально Совершенно Это не то Что сегодня Стало что-то Ненормальное Сегодня Это обычный Нормальный Резкая Трансформация Из Истории Многократных Резких Трансформаций Окей Итак Дальше Да Все окей Нет возражений Пошли дальше Возражений Нет Возражений Нет Приведенные Выше Слова Рава Кука Также Оказывают На начало Решения Проблема Не в самой Торе Заповеди Проблема Кроется В том Распространенном Способе Объяснения Веры И смысла Заповеди Который По-прежнему Страдает Узостью Мышления И отрицанием Жизни Секулярность Как уже Говорилось Права В своем Неприятии Определенных Социальных Структур И мировоззрений Но Секулярность Ошибается Причисляя К ним Тору Израиля Ведь В самой Торе Нет Этих Недостатков Из-за Пренебрежения Познанием Бога И тягот Изгнания Тора Действительно Уменьшилась И вот Известная Цитата После разрушения Храма У святого Благословен Он В его мире Осталось Только Четыре Локти Аллахи Если бы Эти люди Отрицающие Тору Встретились Тору В ее полном виде То они Конечно Не стали бы Отрицать ее Утверждение Что Тора В том виде Как она Передавалась Из поколения В поколение Неполна Не является Еретическим Напротив Оно выражает Более глубокую Веру В вечность Тора В книге Пророка Иеремии Мы видим Как он Скорбит О разрушении Первого Храма Вот цитата Из Еремии Священники Не спрашивали Где Господь И учителя Закона Не знали Меня Далмут Объясняет Что мудрецы И пророки Не могли Объяснить Причину Изгнания Пока сам Бог Не объяснил Ее Это опять же Цитата Из Еремии За то Что оставили Тору Мою И эту фразу За то Что оставили Тору Мою Талмут Понимает Не благословляли Тору Сначала То есть Не говорили Браху Перед изучением Тора А логически Да Смысл Такой Что Занимались Торой Имеется ввиду Но без Связи С тем Кто ее дал То есть Со Всевышним Зор Предостерегая Тех Кто изучает Тору Пренебрегая Стремлением Познать Бога Связывая Это со стихом Книги Йова Исчезли воды Из моря И река Иссекает И высыхает То есть Изучение Множества Деталей Без Стремления Познать Бога Делает Тору Сухой В другом месте Зора Обвиняет Изучающих Тору В том Что они Интересуются Только своей Торой А не Торой Всевышнего Рав Цви Иудакук Призывал Мудрецов Своего поколения Заниматься Внутренней Частью Торы Указывать Путь Новому Поколению Цитата Из Рава Цви Иуды Никогда Не было Такого Простора Для духа Как в Нашем Поколении И его Нужно Направлять К великой Вере Все Большие Мудрецы Эпохи Решуним И охруним Жаловались На недостаточное Изучение Веры Книги О вере Были Доступны И раньше Но их Не изучали И потому Они не могли Направить Сомневающихся Людей Поколения Сегодня Больше Престижа Жонглирование Тонкостями Закона Чем В погружении В глубины Торы Но Эта привычка Стала Второй Натурой Что Отразилось На состоянии Поколения То есть Здесь Идет о том Что Как главным В иудаизме Становится Вот это Знание Закона И жонглирование Его тонкостями А не Познание Бога Не Изучение Вопросов Веры При этом Следует Помнить Что Недостатки Среди Изучающих Тору Являются Следствием Не только Их Греха Но и Состояние Мира В целом И тех Самых Неизбежных Исторических Процессов То есть Бог Отнимает Мудростью Мудрецов Чтобы Продвинуть Мир К своей Цели К раскрытию Единства Поэтому Сегодня Мы должны Вернуться К изучению Торы С великой Целью Чтобы Расширить Свои Знания Укрепить Мораль И любовь К жизни То есть Включить Получаются Вот эти Искры Из-за Которых Массы Ушли От религии То чего Им не хватало Есть Комментарии Ну Опять же Юридический Комментарий Что значит Познавать Можно Конечно Квантовой Механики Познавать Можно И в Галахе И в Законах Там Есть Законах Вопрос Какая Цель Да Есть Позиции Вудаизме Что Наша Цель Служить Исполнять Исполнять Заповедь Все А Раф Шеркин Говорит Что Цель Должна Быть Познание Конечно Изучение Закона Тоже С целью Познания С целью Раскрытия Единства Идем Дальше Ну Вот То Что Юра Сказал Это правильно На самом деле Я 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 Противоречия Я Я Я Я Мне 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 Как-то Неудобно Говорить Но У Я Такое Ощущение Что Эти Кивокера В Эти Реабилитировали И сказать Что Ну Да Была Какая Сейчас Перед Им Они Упираются Они Учат Талмуд вот это бесконечно, этот сказал так, этот сказал так, этот сказал так, этот сказал так. А как бы в глубину никто не идет. Но при том, что это кажется как бы очень популистской, очень как бы, ну такой очень приемлемой версии, правильно? Ну да, они там копаются в каких-то там тонкостях, которые типа никому не нужны, и все. Давайте посмотрим глобально развитие мира и все. Честно говоря, при всем моем как бы уважении, вообще любви, смотреть наверх и все прочее, никто не отменял вообще изучение Талмуда. Никто не изучал изучение тонкости. Почему надо так разделять? С другой стороны, действительно вопрос, почему изучение Талмуда, изучение тонкости, ну и копание в кавычках, оно приводит к такому ощущению, что ты пропускаешь общую картину. Человек может быть специалистом в мусахе, в гараже, да, и знать тонкости работы машины, так, так, но при этом он совершенно будет не в курсе развития, я не знаю, автомобилестроения в мире, например, да, как соединить первое и второе. Вот это, вот это, кем-то читает книги Рава Шерки, да, ну или вообще его лекции слушают и все. Что он делает, как он использует? Он, у него антиклопедическое знание, ну как и у многих людей, которые, видимо, он, то есть не по-видимому, он гениальный человек, у него отличная память, он умеет конструировать как бы эти, он исполняет всем интеллектуальным. Что он делает? Он бесконечно забрасывает в аудиторию цитаты. Этот сказал так, этот сказал так, этот сказал так, и поэтому это так. Зачастую не только я, но и сама аудитория не может понять, насколько вообще это адекватно, насколько это правильно логическая мысль. Но одно то, что он может оттуда как бы начерпать огромное количество отдельно взятых как бы движений мыслей на этом что-то такое построить, ну вот это вот вопрос. Это вот для этого Талмуд? Или Талмуд? Для самого себя, что изучение тонкостей, оно раскрывает перед тобой глубины, либо нет, это вопрос. Поэтому вот то, что здесь как бы вот это вот такой вот опять вот расклад, да, как это было, хелоним, датиим, и здесь тоже. Одни как бы изучение тонкостей, а вторые смотрят глобально. Я это не очень принимаю. Конец цитаты. Ну, то, что для большего понимания ситуация как бы подчеркивается, даются две полярные позиции, это просто нормально, иначе мы ничего не воспримем. Но здесь же цитата у нас из Ава Цви и Уды, а не из Ава Шерти. Ну, так и чего? То есть Ава Шерти здесь идет по линии Ава Цви и Уды, Раву Кука, все нормально. Смотри, даже то, что пишет, то, что вот это вот цитата из Рава Кука, да, жаловались на недостаточное изучение веры, книги о вере. Ну, по-простому, давай искать на нашем человеческом языке, мы говорим по-русски, правильно? Что такое вопрос веры? Что такое вера? Вопрос очень простой. Существует Бог или нет? Вот и все. Я со своей внучкой ходил в синагогу, в сепарская синагога. Там у ребят, как бы, ну, так кажется, там вопросов, как бы, глобальных веры нет. И сидят, молятся очень красиво все, пятые, десятые. И когда стали читать шма и после шма, высадилась темнота. Моя внучка, которая находится, как бы, по другую сторону баррикады, она громким голосом спрашивает на всю синагогу. Саба Натана там амин бейлой? Амин гори? Дедушка Натан, а ты веришь в Бог? Вот это вопрос веры. Там народ на меня смотрит, вообще, куда я без штанов сижу, понимаешь? А потом они конфеты принесли. Вот это вопрос веры. Вот это вот реальный вопрос. Это реальный вопрос человека, который не обременен ничем. И действительно интересно. Да, правильно, Кузари, да? Вот это то, что сказала моя милая. Прозвучало, прозвучало оглушительно. Затихший синагог. Был вообще потрясающий урок веры. Прекрасно. Но все-таки вопрос веры, это не то верит в Бога. Это, конечно, не в этом. Это неверно. Это его, как бы, краткая фамилировка, которая дальше может быть проанализирована во всех смыслах. То есть для ребенка это понятно, что для ребенка это вопрос веры. Но вы же все-таки не пятилетние дети. Но очень плохо. Нет, нет, это очень хорошо. Поэтому вопрос веры, это не веришь ты в Бога или нет, а воспринимаешь ли ты, какая у тебя вера, какой-то подход к вере. Например, кто здесь хочет сказать овцы Иуда, или овширки, что мы должны воспринимать ход истории тоже как часть диалога с Богом, и это и есть исправление нашей веры. Например, пренебрежение изучением веры, это же не значит, что они не так отвечали на вопрос, есть Бог или нет. Конечно, нет. Просто вера у них была на уровне пятилетних детей. Для пятилетних детей это звучит оглушительно. А если бы это не было в синагоге во время чма, а просто люди собрались, и вот ребенок пришел и спросил на серьезное изучение Тары. Представляете, люди читают, возрождают вот этот вот серьезный вопрос, как воспринимать исторические процессы. Приходит ребенок и говорит, окей, ребята, вы вообще верите в Бога или нет? Окей, мы все верим в Бога, только мы хотим понять, как развивать нашу веру, как продвигать нашу веру. Например, простой пример, и старый напрямую. Ситуация, когда у Авраама вопрос веры стоит. Это вопрос Брит Бейн Абатарим. И сказано, и поверил Авраам в Геймин Баашем в Ихшевэгу Недзака. То есть, Авраам поверил в Богу, и это было защитно в праведность. Там можно по-разному понимать, что такое защитно в праведность. Но, разумеется, поверил в Бога, именно Хеймин, это не поверил он, Бог есть или нет. Авраам прекрасно знает, что Бог есть. Вопрос, что такое вера в Бога? Это процесс, это не момент. Это не ответ на вопрос, есть или нет у пятилетнего ребенка. Это вопрос процесса. Можешь ли ты воспринимать исторические процессы, как направляемые всевышним диалоги с тобой? Авраам поверил в Богу в том смысле, что он, несмотря на то, что ему там это было трудно воспринять. Вот там действительно это его достоинство веры. А Бог с ним в том, что он сказал, да, Бог есть, да, нет, Бога нет. Он с ним разговаривает, какой может быть нет. Поэтому вера, не надо его смотреть на уровне пятилетнего ребенка. Это неправильно. Циевуды говорят именно об этом. Пренебрежение изучением веры, то есть вера оставалась примитивной. Вот что проблема. Что говорит средневзятый израильтянин, когда он выигрывает в лотерее? Есть такой хиш-гат. Вот ты там стер, и тут же начнут такое. Что он говорит? Ну, это Пшито. Что он говорит? Не знаю. Е-Шелуим. Молодец. Вот человек, живущий в Израиле. Он говорит, Е-Шелуим. Правильно? Или когда его команда забивает гол решительно. Что он говорит? Вот то, что сказал Андреалю. Ну, хорошо. Е-Шелуим. Окей. Но не надо нам все-таки примеры пятилетий детей. Я не уверен. Давай не так. Петя? Да. Тогда почему уменьшение Торы? Так как вещи уже были записаны, это уже существует. То, что ты говоришь, это хедуш Торы. Соответственно, это увеличение Торы. То есть происходит постоянный процесс увеличения Торы. Конечно. Ну, а почему написано уменьшение Торы? Я не понимаю, где ты слышишь уменьшение. Ну, вот написано первый заголовок. Нет-нет, а там, где была страница. Ну, вот. Причина уменьшения Торы, так сказать, в изгнании. Тора... Тора... секундочку. Ну... Первое... Это имеется в виду у конкретных людей. Это не Тора, как знание Клали, да? Как существующие. конечно. То и вообще. Это только у отдельных людей. Нет, не у отдельных людей. В теории она только увеличивается. Нет-нет. И у отдельных людей. А в общественном сознании. В общественном сознании. Ну, вот. В сознании Тора уменьшилась. То есть, книги-то никуда не делись, а в общественном сознании она уменьшилась. Но, в принципе, Тора только увеличивается. Ну, конечно. В смысле, как теория. Конечно. Нет. Тут имеется в виду, что Тора свелась вот к четыре локтя Аллахи, к вот этой известной фразе. Поэтому ее так воспринимают светские, которые говорят, что вот у вас только жонглирование знанием закона. Да? Конечно. Изнутри традиции мы видим, что она увеличивается, увеличивается, увеличивается. Но, как бы, тем, кто со стороны, это не всегда видно. Мне кажется, об этом здесь раб говорит. Потому что, если бы смотрели на Тору с точки зрения познания Бога, тогда пришлось бы в это включать науку, искусство и так далее. И она бы расширилась, и она бы включила в себя также тех людей, которые отворачиваются от Торы, потому что они не находят там всего этого. Ну, окей. Все реально, все нормально. Они отворачиваются от Торы, потому что они не находят в общественном сознании, в религиозной жизни этого. Но это не... Послушай, это не только... Сам Равширки все время про это говорит. Например, ну, только как бы можно это посмотреть в разных инсталляциях его разговоры. Например, когда он отбивает утверждение о том, что религиозные пытаются насадить в Израиле Мдинат Аллаха. Ну, то есть, как Баятолы, там, иранские модель вообще, когда тут религиозные засилия и Пятая и Десятая. Да? Как он отбивает? Говорит, о чем вы говорите? Иудаизм, к сожалению, вообще не занимается вопросами Мдинат, вопросами государства. Поэтому такого вообще не может быть. А, окей, ну, хорошо, мы успокоимся. Но, с другой стороны, исходя из этого ответа, опять возникает, во всяком случае у меня, тот же самый вопрос. Как такое получается, что каждый раз развитие нерелигиозных настолько обгоняет религиозное сознание, что оно не догоняет? Возьмите сегодня главную проблему, последняя фраза. Посмотрите главную проблему. Проблему для геюзхаридим в армии. На мой взгляд, почему существует эта проблема? Потому что нету аллахот, касающихся еврейского государства, нету их. Поэтому, естественно, отползают в то, что привычно. И говорят, даже люди, которые сидят в Ульпане, там, не знаю, русарбайзеры, для тех, кто в теме, все равно эти ребята, которые с черными кипами, но они как бы в теме, они просвещены, они все равно в качестве главного аргумента выставляют, ну как же, Тора Шамрала, Тора сохранял еврейский народ на протяжении там 5-10-е. Ну реально, аллахот нету. Секунду, секунду, секунду. Ты перескакиваешь на совершенно другой вопрос. Мы много раз обсуждали. Вопрос такой, что многие вопросы, религия действительно, она отстает от того, что религия вещь очень тяжеловесная, она огромная, массивная, она инерционная, а иначе она вообще не существовала бы, а иначе не выполняла бы свои функции. Поэтому в достоинствах есть недостатки. Да, религия – это огромная, инерционная, тяжелая штука. Она медленно разворачивается. Потому что маленькие машинки поверачивают быстро, а большие машины поверачивают медленно, все совершенно нормально. Поэтому, когда пришла пора еврейскому народу развернуться к новым временам, то в голодном в иудаизме это не было артикулировано, поэтому это стало нерелигиозными явлениями. Эти нерелигиозные явления – такое же божественное управление, как и религиозное. В этом смысле, да, религия должна этому учиться, у этих нерелигиозных, потому что эти параметры у нерелигиозных лучше, а другие параметры наоборот, у религии лучше. А ну вот то, ведь главная концепция авгука такая, что нерелигиозные могут построить государство, но не могут его удержать. То есть, построить государство они могут, а религиозные в то время не могли построить государство. Главная религия это блокировала, поэтому для построения государства Всевышний сделал так, что народ отошел от религии, что было сионистское движение, что было построено государство, и это важнейшая нужная вещь. Но потом эти нерелигиозные не смогут удержать это государство, Потому что сионизм их вылетается довольно скоро, в скоростности через несколько поколений. И поэтому религиозные не могут построить, нерелигиозные не могут удержать. Однако, говорит дальше Авкук, за время, пока они будут его удерживать, то есть 3, 4, 5, 6 поколений, за это время вырастет новый вид религиозности, который возьмет все лучшее у этих нерелигиозных, которые сионисты, возьмет все лучшее у религиозной традиции и станет новым движением, которое сможет удержать государство. И точно так же интеграция универсальных ценностей. Ну, не зря у Рава Кука программа, что универсальный религиозный сионизм. Сначала интеграция национальных ценностей. У сионистов учимся. Потом интеграция универсальных ценностей. Учимся у либералов. Учимся не значит принимаем. Мы анализируем, выбираем искру, правильно интегрируем. Через некоторое время мы должны стать лидиями в этом тоже. Но только потому, что у нас есть еще огромный запас, кроме этих либеральных ценностей, кроме этих национальных ценностей. Этот наш огромный потенциал никуда не делся. Поэтому они это могут продвинуть, но не могут продвинуть к этому, но не могут удержать. Мы это все будем удерживать на следующем этапе. Даже не в нашем поколении, а в следующем. Все нормально. Это и есть нормальный процесс. Все нормально. Чего выпадать, так сказать, в осадок из-за этого? Это очень хорошо. Это все есть. Все божественное. И появление сионизма не религиозного, появление либералов. Все это тот же божественный процесс. Да, искры стадеются не только в традиции, но и в окружающем мире. Мы должны их учить из окружающего мира и дополнять ими традицию. Не вместо традиции. Они хотят эти искры, чтобы были вместо традиции. Вот здесь мы не согласны. Мы согласны, что это ценные искры. По этим искам конкретно вы впереди. Мы их научимся и у вас. Мы это интегрируем со всем нашим общим балансом. И выйдем вперед. Точно так же, как сионисты, религиозные сионисты, вышли вперед по цене к не религиозным сионистам в вопросе Иудеи и Самарии и освоения страны. Точно так же, выйдем на передовые позиции в смысле универсальных ценностей. Через три поколения. Все нормально. Так, ну хорошо. Выседок генералитет. У нас пинка с полоски. Движение колонн в пол, движение колонн в пол. Хорошо. Главное... Конечно. Догнать и перегнать. Мы замечаем. Ну, правильно мы это и делаем. Окей. Мне кажется, на сегодня надо заканчивать. Ну, вообще, да. Ладно. Давайте на этом закончим и перенесем на следующий раз. Да, продолжим в следующий раз. Спасибо. Всем спасибо. Респект, Андрей, за перевод. Спасибо. 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 Спасибо.